Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами поговорим об одном очень важном моменте для винограда и виноградаря. Сейчас у нас такое время, когда мы проводим нормировку зелеными побегами. И что нам важно сделать в это время? Нам важно понаблюдать. А зачем? Наверняка вы слышали такой термин, как короткая обрезка и длинная обрезка. Дело в том, что виноград неравномерно закладывает соцветия на следующий год по всей длине побега. Также новичкам я рекомендую посмотреть видео по осенней обрезке. Я вам оставлю ссылки, чтобы вы более детально представляли, о чем идет речь. Итак, смотрите, вот такой зеленый побег растет все лето. И если он нормально вызревает к осени, мы его на следующий год можем оставлять на плодоношении. И на нем будут расти вот такие вот побеги с гроздями. То есть вот это у нас побег прошлого года. Но в этих почках не во всех виноград будет закладывать гроздей. И поэтому, чтобы нам знать, как правильно обрезать осенью, нам надо провести наблюдение сейчас. Иначе осенью мы будем действовать наугад, можно экспериментировать. Но сейчас у нас есть потрясающая возможность понаблюдать и сразу же сделать правильные выводы. Мы с вами пока что на этом побеге на примере посмотрим. То есть вот из этих почечек сейчас будут расти пасынки. Но в следующем году будут расти вот такие же побеги. И как правило виноград закладывает такие вот плодоносные побеги приблизительно с пятого по девятый узел. Ну это отличается у разных сортов, там еще от много чего может зависеть. Но смотрите, вот это получается у нас первый узел, второй, третий, четвертый, ну и дальше. Но некоторые могут плодоносить вот с этих почек. Вот смотрите, пример. Видим обрезка на рожок. Посмотрите осеннее видео по такой обрезке, станет более понятно. И вот один побег пошел, он с гроздями. И второй побег пошел, вот со второй почечки. И он тоже с хорошими гроздями. Вот здесь будет замечательно видно. Это старая древесина, это пошел побег прошлого года. И вот сразу первая почка плодоносит. Вторая почка с гроздями. И третья почка с гроздями. То есть видите, здесь все замечательно, здесь все плодоносное. И вот такой куст, смело для него можно использовать, короткую обрезку. Если она вам удобна, если она вам подходит еще по каким-то другим параметрам. А вот смотрите, молодой кустик. Тут, конечно, не самый первый побег, наверное, второй или третий. Но вот этот побег холостой. Я-то его оставляю, а может он случайно холостой. Я пока не знаю. Но тем не менее, то есть к такому кустику я уже присматриваюсь. При этом, смотрите, считаем дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Тут много-много-много-много-много. Да? Должно было быть почечек. Ну а дальше? А дальше вот он плодоносит хорошо. Потому что бывает, что и дальше, ну как бы там после девятого узла уже закладывается не очень. Но видим, там молодой куст, он плодоносит и дальше хорошо. С другой стороны, здесь есть второй рукавчик. Второй рукавчик. И мы видим, что вот, ну, там еще шпочечка какая-то, может, под землю есть. Ну, вот у нас есть плодоношение. Где-то на втором узле. На третьем. На четвертом. Ну, видите, на пятом все гораздо лучше. Да? И вот, шестой, седьмой. То есть здесь везде есть грозди. Ну, тут еще будем нормировать, потому что кое-что лишнее. То есть вот с этим кустиком пока непонятно до конца. Нам надо наблюдать. Вот, смотрите, другой пример. То есть тут уже четко обрезка на рожок. Так, да, где-то вторая почка пошла в рост. И ничего нету, плодушек нет. Конечно, на отсутствие гроздей в таких побегах, ну, может сказаться что-то еще. То, как рост развивался, вот этот побег, который мы оставили на рожок. Ну, много различных факторов на самом деле. Но если вы видите такое, то тут уже надо наблюдать. И сразу, например, обрезать весь куст на короткую обрезку на кордон не стоит. Подоблюдайте за таким кустом. Посмотрите на его другие побеги. Вплоть до того, что даже сделайте себе записи. И, конечно, в таком случае не режьте осенью весь куст на короткую обрезку. Ну, только если будете вынуждены по причине невызревания лозы. В остальных случаях можно один рукав сделать на короткую, а второй на длину и опять понаблюдать. Тогда будет более наглядно и более понятно. Вот здесь видно тоже. На рожке была обрезка. И здесь есть гроздочки. И здесь есть гроздочки. То есть с таким сортом можно практиковать такой вид обрезки. Конечно, информацию по тому, какая обрезка рекомендуется для того или иного сорта, вы часто можете встретить в описании сорта. Но я вам рекомендую. Нет ничего лучше, чем понаблюдать и убедиться на собственном опыте. Когда вы сами посмотрели, где у вас что закладывается, как раз вот сейчас самое время. Потому что сейчас мы убираем какие-то лишние побеги, мы делаем проломку, мы делаем нормировку зелеными побегами. Соответственно, самое время посмотреть и понаблюдать, где у вас что закладывается. И даже не просто вот так вот, да, на первых почках. Вы вообще можете посчитать, на каких почках у вас будут самые лучшие грозди. Конечно, повторю, что очень много факторов год на год не приходится. Но если вы потратите немножко своего времени, чуть-чуть понаблюдаете, то вам будет гораздо проще подобрать ключик к вашему винограду именно в ваших условиях. И помните, виноград, открытая книга, он вам сам много чего показывает и много чего подсказывает. И если вы научитесь это видеть, вам все станет гораздо-гораздо проще. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что видео вам было полезно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч!